Доброго здоровья! С вами снова мы. Здравствуйте, друзья! И мы продолжим с вами обсуждать тему ауры. И рассмотрим его немножко с другого аспекта. Зачитаю вам такую статью, какой бывает аура. В этой статье вы найдете описание разных состояний ауры, основанных на симметричности, плотности, однородности и величине. Симметричная аура. Симметричная аура – это такая аура, которая излучается телом во все стороны, на одно и то же расстояние. Надо сказать, что этот вид ауры встречается очень редко. В основном этот аспект ауры соответствует людям, гармоничным, в физическом и психическом плане. У таких людей в физическом плане все органы работают нормально, поэтому никаких локализованных энергетических выбросов нет. В психическом же плане симметричная аура характеризует человека спокойного, рассудительного, полностью контролирующего свои эмоции и мысли. Еще одним признаком, определяющим человека симметричной аурой, является одинаковая активность работы левого и правого полушария головного мозга. В основном симметричная аура бывает у здоровых от природы людей, здоровых физически и психически. У здорового ребенка асимметрия ауры в большинстве случаев либо незначительна, либо ее вообще нет. Занятия определенной психофизической системы, например, йогой, различными медитативными техниками, развитие сверхспособностей, приводят к образованию симметричной ауры. Асимметричная аура – это аура, которая излучается организмом человека на неодинаковое расстояние в разные стороны. Несимметричная аура может быть смещена в левую или правую сторону, вперед или назад. Асимметрия также может быть частичной. Энергетический выброс, забор энергии, либо изменение контуров ауры могут соответствовать каким-либо физическим заболеваниям или выраженной психической неустойчивости. Изменение асимметрии ауры может быть вызвано следующими факторами. Различными физическими или психическими заболеваниями, истощением, стрессовым состоянием, воздействием биомагнитного поля Земли, источниками искусственного электромагнитного поля. Общая асимметрия поля в какую-либо из сторон может означать предрасположение или наличие воспалительных процессов. С этой стороны асимметрия поля в районе головы у здоровых людей в основном вызвана разной активностью полушария головного мозга. Однородная аура характеризует здорового человека. Если у человека однородная аура, это значит, что плотность ауры неизменна с любой стороны. Встречающаяся небольшая общая асимметрия не является сильно дестабилизирующим фактором. Однородная аура в физическом плане означает хорошую энергонасыщенность всех тканей и органов человека. В психическом плане – стыничность. К сожалению, однородная аура, так же как и симметричная, встречается достаточно редко. Чаще всего однородной аурой обладают люди, имеющие либо хорошую наследственность, либо занимающиеся различными психофизическими методами самосовершенствования. Однородная и симметричная аура чаще всего соответствует людям, которые живут вне городов и больших населенных пунктов, где число дестабилизирующих факторов незначительнее. Неоднородная аура – это аура неоднородной по плотности. Снижение однородности ауры может быть вызвано различными хроническими заболеваниями либо началом болезненного процесса, когда никаких видимых признаков развития болезни еще нет. В психическом плане неоднородная аура характеризует человека эмоционально неустойчивого, как и психическое, физическое состояние таких людей непостоянно. Плотная аура обычно говорит о хорошей энергонасыщенности. Причин повышения плотности ауры может быть несколько. Первая причина – это хорошее физическое и психическое здоровье, повышенный энергетический потенциал. Плотная аура характеризует человека уверенного в себе и не без оснований. Многое из того, что он задумал, получается. Этот человек – носитель активного начала. Он может обладать хорошей силой боли и большой физической силой. Второй вариант плотной ауры бывает у людей, скрывающих истинность своих намерений. Они не обладают очень мощным полем, однако концентрация на определенных мыслях становится постоянной и формирует состояние готовности, создавая большую плотность поля. Такие люди обычно обладают неприятным колющим полем. Они себе на уме. Это часто характеризует нравственно нечистоплотных людей, агрессивных, беспринципных. Желание что-то скрыть или нести в себе какую-то тайну может сделать поле плотным. Рыхлая аура характеризует неоднородность и аморфность структуры поля. Она встречается чаще всего при ряде серьезных заболеваний либо в начальном периоде восстановления после болезни. Во втором случае аура с каждым днем будет становиться все плотнее и плотнее. Если рыхлая аура постоянна, то человек очень серьезно болен. Рыхлая аура более свойственна людям пожилым, страдающим хроническими заболеваниями. Величина ауры может быть различной. Если величина нормальной видимой ауры составляет порядка двух метров, то величина большой ауры может быть более пяти метров. Большая аура чаще всего соответствует людям природно здоровым, в том случае, если эта аура плотная и однородная. Малая аура бывает двух типов. Первый тип малой ауры может означать, что человек скоро умрет, даже если он не подает никаких признаков физического недомогания. Если он физически здоров на первый взгляд. Такая аура имеет тенденцию к укасанию, к уменьшению со временем. Второй тип малой ауры это естественный тип ауры конкретного человека, который является его рожденным качеством. В основном это говорит о слабом энергопотенциале человека. Необходимо знать, что вышеперечисленные аспекты ауры не всегда стабильны. В частности, они изменяются при изменении физического состояния человека либо условий его жизни. Почему некоторые люди вызывают симпатию, а другие неприязнь? Здесь нужно учитывать совместимость и несовместимость полей. Если при контакте с полем какого-либо человека возникают неприятные ощущения, например, эмоциональное неприятие, либо неприятное покалывание, или ухудшение состояния, поле с этим человеком несовместимо. При обратной реакции, улучшении самочувствия, появлении ощущения приятной теплоты, поля совместимы. Если не возникает никаких ощущений, поля нейтральны. Совместимость или несовместимость полей может быть либо односторонней, либо двусторонней. То есть, есть такие варианты, когда при контакте с полем какого-либо человека вы чувствуете себя плохо, а он хорошо. Это совместимость или несовместимость односторонней. Желательно избегать таких контактов, так как они приводят к одностороннему снижению энергетического потенциала. Что дает здоровое энергетическое поле? Здоровое сильное энергетическое поле является надежным щитом для внешних негативных влияний. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь хороший запас энергии, необходимы два взаимосвязанных процесса. Очищение ауры и укрепление ее энергии и силой. И как очищать ауру, укреплять ее, возможно, для отдельного видео. Не будем здесь останавливаться. Про комментируешь, как ты это слышал? Если бы вы видели, какая конфигурация аур бывает, которую я наблюдаю, когда сканирую людей. Да, они имеют разные формы. Иногда просто она бывает настолько вытянутая, когда человек горизонтально завязан и сильно взаимодействует с другими, то она действительно вытягивается вот как вот, вот так вот. Но это на момент контакта, общения или интенсивности мыслей и чувств к другим. Когда человек сам в себе думает о своем, о чем-то, о себе, то его аура обычно собирается. Хотя смотря, о чем он думает и как он себя при этом чувствует, есть очень много факторов, влияющих на форму, конфигурацию его ауры. Я говорю об основной ауре, хотя их несколько. В основном люди спрашивают меня указать одну ауру. Это часто распространяем. И обычно это эмоциональная аура. Хотя есть ментальная, эфирная и некоторые другие, к которым определение мы будем находить дальше, если вы попросите. Знаешь, часто спрашивают, что у людей, которые занимаются духовным развитием, у них широкое энергополе и им тяжело находиться среди других людей, которые ниже их по вибрациям. Вот, например, как ты ездишь в метро или находишься среди большого скопления людей? Как это влияет на тебя? Если вокруг я не обнаруживаю гармоничных людей, на которых могу поглядывать или могу чувствовать, я свою ауру собираю в максимально сжатый, такой плотный кокон, который очень близко к моему телу подходит. Буквально иногда на сантиметр почти. Ну, бывает чуть больше, бывает... И я думаю о своем хорошем, о чем-то, о чем меня интересует, или читаю что-то, изучаю. Поэтому моя аура обычно собирается в один плотный слой. Вертолетики. Белый вертолет. Хороший знак. Знаешь, когда я хожу среди большого скопления людей, я стараюсь, во-первых, на них не смотреть, чтобы не возникало контакта, особенно зрительного, потому что зрительный контакт дает как раз обмен энергетикой. Вплоть до того, что я уже с годами научилась настолько отключать свое зрение, что у меня фокусировка размывается, я могу не видеть людей, которые вот даже достаточно близко ко мне находятся, и я не вижу их, ни лица, я вообще не вижу. Я вижу как силуэты. Для меня это как... Ну, серая масса, они все одинаковые. И это мне дает возможность не обмениваться с ними энергией. Да, хороший способ не обращать внимания на других людей, если вы хотите сохранить свою энергетику. Ты меня часто спрашиваешь, когда мы идем, заметила ли я что-то, как человек там выглядит, и я часто говорю, нет, я вообще не замечаю. Я стараюсь не обращать внимания на людей окружающих. А я замечаю, при этом люди иногда смотрят на тебя в упор, пристально. Да, я знаю, мне периодически говорят, что люди даже оборачиваются иногда, когда я прохожу. В принципе, я это замечаю, когда оборачиваются, но я все равно стараюсь не фокусироваться на них. Да, хороший способ сохранять свою энергетику, если вам некомфортно обмениваться с людьми, которые вам не по нраву или не соответствуют вашим вибрациям. Хотя, я нашел источник энергии, который меня восполняет, и если мне не нравится человек, или окружающие люди мне некомфортны, я просто могу смотреть на них и отдавать часть энергии, и тут же восполняться более высокими вибрациями, новой энергией, но не брать их энергию на себя. Я стараюсь их не оценивать, чтобы не цепляться. Энергетически просто посмотрел. Но если мне человек нравится, и если этот человек тоже обращает на меня внимание, здесь может начаться обмен некоторыми симпатическими энергиями. И если вы видите или начинаете видеть ауру, ее цвет или конфигурацию, вы можете написать об этом в комментариях. Ну, а если не видите и хотите узнать цвета своей ауры или активность своих семи чакр, то можете написать Руслану, у него есть такая услуга, может вас просканировать по фотографии. Да. И на этом мы будем с вами прощаться. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok